Проект детального плана исторической части города над Бугом представили накануне широкой общественности. На его подготовку у специалистов БелНИИП градостроительство ушло порядка полутора лет. Заказчиком выступил городской исполнительный комитет. Брест меняет свой облик и очень важно, чтобы этот процесс был хорошо отрегулирован. Единая концепция, подходы, одним словом, общий план и должен появиться уже в ближайшем будущем у исторической части города. Открывая мероприятие, председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук отметил, что разработан проект был не на пустом месте. Его основу легли многие существующие наработки, в их числе, к примеру, концепция Брест-2019. Мы удовлетворили решение по согласованию правооборотов области обратиться в специализированное учреждение, научное учреждение, Беломинского строительства, в котором работают настоящие профессионалы. Это специализированный наш институт в городе Минске, который, естественно, был полезен стабилировать все уже ранее имеющиеся наработки. И в проект распоряжения главного государства в 2000-летие, пунктом 33-й, мы внесли такое задание, абсолютно сильное задание. Значит, разработать план детальной планировки, часть исторической части города, стеркомпанин. Собственно, сама крепость, эспланада и историческая часть города. Именно эти три зоны – Брестскую крепость, эспланаду, исторический центр – и необходимо объединить в одно общегородское ядро. Центр станет многофункциональным, и он станет намного больше. Значит, если у нас сейчас понятие «центр» ассоциируется, ну, например, у приезжих с улицей Советской, то в наш проект закладывается такая идея, что центр – это рассматривается как ядро города, включая и историческую часть, Кобринский форштадт, и Брестскую крепость, и территорию эспланады. Там предусматривается целый комплекс работ по активному включению территории Брестской крепости. Это основная идея. Многофункциональный центр города. Площадь территории – более семисотен гектаров. Детальный план призван определить здесь градостроительную политику, отрегулировать инвестиционные процессы, помочь сохранить и эффективно использовать историко-культурные ценности. Какие задачи ставились перед разработчиками? Ну, в первую очередь, это градостроительная политика до 30-го, до 35-го года центральной части города. Это уточнение регламентов застройки, что строить, где можно уплотнять, где нельзя, какой этажности, какие пешеходные улицы появятся, общественные зоны какие появятся, что будет с крепостью, в каком русле пойдет развитие вот этой территории. Территория эспланада – это территория между городом и крепостью, которая долгое время не застраивалась, какая перспектива ее развития. Среди многочисленных планируемых решений развития пешеходных и велосипедных зон, город над Бугом и сегодня может похвастаться самой длинной и первой в стране пешеходной улицей Советская. Но время идет и все меняется. Если представленный детальный план будет утвержден, то у преобразования ждут и Брестский Арбат. Появятся и новые участки для неспешных пеших прогулок. Появится, конечно, много пешеходных связей, они расширяются. Более того, появляется у нас кольцевая пешеходная связь, в структуру которой будет включена и улица Советская, и набережная. Велосипедные трассы тоже появляются. К слову, если по каким-либо причинам у вас не получилось присутствовать на презентации, то ознакомиться с детальным планом исторической части города Бреста можно на официальном сайте горысполкома и в инфоцентре по адресу город Брест, улица Энгельса, 3. Мы открыты для диалога и, в общем-то, это было в самом начале, даже до начала проектирования. Мы проводили встречи с жителями и попытались на стадии формирования задания на проектирование уже дать некий посыл не только от городской власти, а от жителей. Что жителям города хотелось бы видеть в Бресте, в центральной части, в перспективе? Какие приоритеты расставить? Свои предложения и замечания в письменном виде можно присылать, используя и обычную, и электронную почту. Все письма будут направлены разработчикам проекта. Итоги большой работы подведут на областном архитектурно-градостроительном совете через месяц.